Ханс Кристиан Андерсон, Огниво Шёл солдат по дороге. Раз-два, раз-два. Ранец за спиной, сабля на боку. Шёл он домой с войны. На дороге встретилась ему старая ведьма. Безобразная, противная. Нижняя губа висела у неё до самой груди. — Здорово, служивый! — буркнула она. — Ишь, какая у тебя славная сабля! А ранец-то какой большой! Вот, бравый солдат! Ну, сейчас я тебе отвалю денег, сколько твоей душе угодно. — Спасибо тебе, старая ведьма! — сказал солдат. — Видишь, вон то старое дерево! — проговорила ведьма. Показывая на дерево, которое стояло неподалёку. — Внутри оно пустое. Влезь наверх, увидишь дупло. Спустись в него до самого низу. Перед тем, как ты спустишься, я тебя обвяжу верёвкой вокруг пояса. А когда ты мне крикнешь, я тебя вытащу. — Но зачем мне туда лезть? — спросил солдат. — За деньгами! — сказала ведьма. — Надо тебе знать, что когда ты доберёшься до самого низа, ты увидишь большой подземный ход. В нём горит больше трёхсот ламп, поэтому там совсем светло. Потом ты увидишь три двери. Можешь их отворить. Ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату. Посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нём собаку. Глаза у неё величиной с чайную чашку. Но ты не бойся. Я дам тебе свой синий клетчатый передник, а ты расстели его на полу. Быстренько подойди и схвати собаку. Посади её на передник, открой сундук и бери из него денег сколько угодно. В этом сундуке лежат только медики. Захочешь серебра – ступай в другую комнату. Там сидит собака с глазами, как мельничные колёса. Но ты не пугайся. Посади её на передник и бери деньги. А если тебе захочется золото, достанешь и его. Сколько сможешь унести. Стоит лишь пойти в третью комнату. У собаки, что там сидит на деревянном сундуке, глаза с круглую башню. Собака эта очень злая, можешь мне поверить. Но ты и её не бойся. Посади на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото сколько хочешь. Оно бы не дурно, сказал солдат. Но что ты с меня за это возьмёшь, старая ведьма? Ведь даром ты для меня ничего не сделаешь. — Ни гроша я с тебя не возьму, — ответила ведьма. — Только принеси мне старое огниво. Там его позабыла моя бабушка, когда спускалась туда в прошлый раз. — Ну, обвязывай меня верёвкой, — приказал солдат. — Готово, — сказала ведьма. А вот и мой синий клетчатый передник. Солдат влез на дерево, соскользнул в дупло и, как и говорила ведьма, очутился в большом проходе, где горели сотни ламп. Вот он открыл первую дверь. Ох, там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращила их на солдата. — Молодчина! — сказал солдат. И, посадив собаку на ведьмин передник, набрал себе полный карман медных денег. Потом закрыл сундук, водворил на него собаку и перешёл в другую комнату. — Правду, — сказала ведьма. Там сидела собака с глазами, как мельничные колёса. — Ну, нечего тебе таращить на меня глаза, а то ещё заболят, — сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медики и набил себе оба кармана и ранец серебром. Затем он перешёл в третью комнату. — Ну и страшилище! У собаки, что там сидело, глаза были никак не меньше круглой башни и вращались как колёса. — Добрый вечер! — сказал солдат и взял под козырёк. Такой собаки он ещё не видывал. Впрочем, смотрел он на неё недолго, а взял, да и посадил её на передник. Потом открыл сундук. Боже! Сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговок с ластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете. Денег была уйма. Солдат выбросил серебряные деньги и так набил свои карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что едва мог двигаться. Ну, наконец-то он был при деньгах. Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал. «Тащи меня, старая ведьма!» «Огниво взял?» спросила ведьма. «Ах, чёрт, чуть было не забыл!» ответил солдат, пошёл и взял огниво. Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге. Только теперь и карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом. «Зачем тебе это огниво?» спросил солдат. «Не твоё дело», ответила ведьма. «Получил деньги и хватит с тебя. Ну, отдавай мне огниво». «Как бы не так», сказал солдат. «Сию минуту говори, на что оно тебе нужно, а не то вытащу саблю и голову тебе отрублю». «Не скажу», уперлась ведьма. Ну, солдат взял, да и отрубил ей голову. Ведьма повалилась на землю, мёртвая, а он собрал все деньги, завязал их в её передник, взвалил узел себе на спину, огниво сунул в карман и отправился прямо в город. Город этот был богатый. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и заказал все свои любимые блюда, ведь он теперь стал богачом. Слуга, который чистил обувь приезжих, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги. Но солдат ещё не успел обзавестись новыми. Однако на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и дорогую одежду. Теперь солдат сделался настоящим барином, и ему рассказали обо всех достопримечательностях города, о короле и его прелестной дочери, принцессе. «Как бы её увидеть?» спросил солдат. «Это невозможно», ответили ему. «Она живёт в огромном медном замке, а замок окружён высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, что дочь его выйдет замуж за совсем простого солдата, а королям такое понравиться не может». «Вот бы на неё поглядеть», подумал солдат. «Да кто бы ему позволил». Теперь он зажил весело, ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много денег отдавал бедным. И это было очень хорошо с его стороны, ведь он по себе знал, как трудно сидеть без гроша в кармане. Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрёл множество друзей. Все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось. Так как он всё только тратил деньги, а новых взять было неоткуда, то в конце концов осталось у него всего-навсего две монетки. Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную коморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их. Теперь никто из друзей его не навещал, уж очень высоко было к нему подниматься. Однажды, тёмным вечером, солдат сидел в своей коморке, денег у него не было даже на свечку. И вдруг он вспомнил про крошечный огарочек в огниве, который он взял в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огнива и огарок, но, как только ударил по кремню, высекая огонь, дверь распахнулась, и перед ним предстала собака с глазами, как чайной чашки, та самая, которую он видел в подземелье. «Что угодно, господин!» пролаяла она. «Вот так история!» сказал солдат. «А гнива-то выходит прелюбопытная штучка. Теперь я смогу получить всё, что захочу». «Эй, ты, добудь-ка мне денег!» приказал он собаке. И раз! Её уже и след простыл. Два! Она опять тут, как тут, а в зубах держала большой кошель, набитый медными монетами. Тогда солдат понял, что за чудодейственное у него огниво. Ударишь по кремню раз – является собака, что сидела на сундуке с медными деньгами. Ударишь два – является та, что сидела на серебре. Ударишь три – прибегает та, что сидела на золоте. Солдат опять перебрался в хорошие комнаты и стал носить богатую одежду. И все его друзья немедленно узнали его и крепко полюбили вновь. Вот раз ему и приди в голову. Как это глупо, что нельзя повидать принцессу. Такая красавица, говорят. А что толку? Весь век сидит в медном замке за высокими стенами с башнями. Неужели мне так и не удастся поглядеть на неё хоть одним глазком? Ну-ка, где моё огниво? И он ударил по кремню раз. В тот же миг перед ним стояла собака с глазами, как чайные чашки. Теперь, правда, уже ночь, сказал солдат, но мне до смерти захотелось увидеть принцессу хоть на минуточку. Собака сейчас же за дверь и не успел солдат опомниться, как она вернулась с принцессой. Принцесса сидела у собаки на спине и спала. Она была чудо как хороша. Всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса. И солдат не утерпел и поцеловал её. Он ведь был бравый воин, настоящий солдат. Потом собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата. Будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал её. «Вот так история», сказала королева. На следующую ночь в спальню принцессы отрядили старуху фрейлину с приказом разузнать, был ли то сон или явь. А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночь, снова явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней вовсю прыть к солдату. Но старуха фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидев, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, фрейлина подумала, «Теперь я знаю, где их найти», начертила большой крест на воротах дома и отправилась домой спать. Но собака на обратном пути заметила этот крест. Сейчас же взяла кусок мела и понаставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано. Теперь фрейлина не могла найти нужные ворота, раз на всех остальных тоже белели кресты. Рано утром король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли узнать, куда ездила принцесса ночью. «Вот куда», сказал король, увидев первые ворота с крестом. «Нет, вот куда, муженек», возразила королева, заметив крест на других воротах. «Крест и здесь, и здесь», зашумели другие, увидев кресты на всех воротах. Тут все поняли, что не добиться им толку. Но королева была женщина умная, она умела не только в каретах разъезжать. И вот взяла она большие золотые ножницы, разрезала кусок шелковой материи на несколько лоскутов и сшила крошечный хорошенький мешочек. В этот мешочек она насыпала гречневой крупы и привязала его на спину дочки, а потом прорезала в нем дырочку, чтобы крупа сыпалась на дорогу, по которой поедет принцесса. Ночью собака явилась опять, посадила принцессу себе на спину и побежала к солдату. А солдат до того влюбился в принцессу, что начал жалеть, почему он не принц. Так хотелось ему жениться на ней. Собака и не заметила, что по всей дороге от самого дворца до окна солдата, куда она прыгнула с принцессой, за нею сыпалась крупа. Уже рано утром король и королева узнали, куда ездила их дочь, и солдата посадили в кутузку. Как там было темно и тоскливо. Засадили его туда и сказали, «Завтра утром тебя повесят». Не весело было услышать это. А огниво свое он позабыл дома, на постоялом дворе. Утром солдат подошел к маленькому окошку своей камеры и стал глядеть сквозь железную решетку на улицу. Народ толпами валил за город, смотреть, как будут вешать солдата. Били барабаны, проходили полки. Все бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался в припрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и стукнула прямо в стену, у которой стоял солдат, глядя сквозь решетку. «Эй, ты, куда торопишься?» сказал солдат мальчику. «Без меня ведь дело не обойдется. А вот если ты сбегаешь туда, где я жил раньше, за моим огнивом ты получишь четыре монеты. Только живо». Мальчишка был не прочь получить четыре монеты и стрелой пустился за огнивом. Отдал его солдату и… «А вот сейчас узнаем, что было потом». За городом была построена огромная виселица, а вокруг стояли солдаты и многие сотни тысяч народу. Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и всего королевского совета. Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть веревку на шею. Но он сказал, что прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его невинное желание. А ему очень хотелось бы выкурить трубочку табаку, ведь это будет его последняя трубочка на этом свете. Король не посмел отказать в этой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три, и перед ним предстали все три собаки. Собака с глазами, как чайные чашки, собака с глазами, как мельничные колеса, и собака с глазами, как круглая башня. «Ну-ка, помогите мне избавиться от петли», приказал солдат. И собаки бросились на судей и на весь королевский совет. Того за ноги схватили, того за нос, да и подбросили их ввысь вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал, «Служивый! Будь нашим королем и женись на прекрасной принцессе!» И вот солдата посадили в королевскую карету. Карета катилась, а все три собаки танцевали перед ней и кричали «Ура!». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю. Собаки тоже сидели за столом и таращили глаза. Конец. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok